МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И вот с чего начнем выпуск. Требования все те же, чтобы открыли рабочие места и позволили местным предпринимателям работать. Попытка номер три. Предприниматели вновь протестуют против локдауна. У меня даже справка о смерти есть. Более пяти лет в списке умерших. Кто и почему похоронил женщину раньше времени? Техника в помощь, где можно быстро и точно проверить здоровье. Протесты день третий. Сегодня бизнесмены с одиночными пикетами вышли на площадь Советов. К чему сейчас готовится предприниматель и каких действий ожидает от властей, продолжит Никита Коробенков. Второй день продолжаются пикеты предпринимателей. На этот раз народу значительно в этом участвует поменьше. Формат поменялся. Теперь это одиночные выступления. В центре города то тут, то там можно наблюдать людей с плакатами. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы уже второй день протестуете. Сегодня почему вышли? Потому что никаких ответов не последовало на наши письма. Мы их отправляли онлайн, через прессу обращались. Никаких ответов нет. Поддержки никакой нет для нас. Слушайте, одно дело стоять в толпе все-таки, другое дело стоять одному с плакатом. Не страшно, что туда идут? Мне уже не остается уже ничего. У меня в первое наше закрытие муж закрыл ЕП наше. Мы не смогли, я не смогла ему помочь никак. Он без работы. Теперь вопрос-то это о моем закрытии. Чем, вообще как мы должны жить? Давайте от них возьмем в руки. Ну, вообще, я здесь стою, на этой точке, чтобы посмотрели, какую нам елку грохают, да, какие там деньги, сколько сосен здесь вырублено. То есть это нормально. Праздновать нормально. О том, что у нас вот проводятся мероприятия, люди без масок ходят, это за этим тоже никто не смотрит. А вот нас, как предпринимателей, очень сильно задевает, что с нами работают очень жестко. Заходят к нам в магазин, и очень жестко с нами работают. С нами никто на вы, и, пожалуйста, не говорит. Вы имеете в виду проверяющие группы эти бесконечные? Да, да, да. Я прекрасно понимаю врачей, я вхожу в их положение, но врачи не просят, понимаете, закрыть предпринимателей. Абудсмен по правам предпринимателей. И он, значит, вышел на нас и сказал, что возможно завтра организовать встречу, но пока еще ничего точно не известно. Встреча будет оффлайн. Нам организуют большой зал, где нас всех рассадят, и мы будем задавать конкретные вопросы нашей власти. Распространение этой новой коронавирусной инфекции COVID-19, она такая сложная. Посмотрите, а дальше это делать? В России запускают единую горячую линию, куда можно пожаловаться на задержку результатов тестов на COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. С ее слов проблем с тест-системами в регионах нет, а подобный контроль поможет проверить соблюдение нового норматива в 48 часов. Единый телефон начнет свою работу с завтрашнего дня. Тем временем в Бурятии новый рекорд суточного прироста зараженных коронавирусом 275 случаев. Большая часть выявлена при мониторинге лиц ОРВИ и пневмонии. На сегодня ковидом продолжают болеть свыше 5000 человек, из них 3000 лечатся на дому. Остальные получают помощь в стационарах республики. При этом нагрузка постепенно снижается. На сегодня каждая пятая койка для ковидного больного свободна. За последние сутки с наблюдения сняли более 2500 человек. Прирост вылечившихся сегодня также на высоком уровне. Но, к сожалению, смертность не снижает оборотов. Еще 9 летальных исходов. За сутки выявили 20 нарушителей режима ограничительных мер. Из них только один предприниматель. Его магазин продолжал продавать кварцевые батареи, а значит все остальные это противники масочного режима. И теперь от решения суда будет зависеть, придется ли им за это поплатиться рублем. Ну а мы узнали у наших горожан, как они относятся к обязательной защите своего здоровья. Для безопасности важно его соблюдать. Лучше вообще отходить, наверное, при багазе. Если так положено, значит так положено. Когда я один, тогда я не ношу. Ну вот и все. Там больше не было моментов. Здоровье близких в первую очередь. Ну и о своем, конечно. Мы-то как бы молодые переживем. Да они уже надоели. Да ужас. Они не понимают этого. А когда попадут в больницу, потом начинают. Я не думал, что я заболею. Он, конечно, хоть и влияет плохо на кожу, но вообще это помогает. Это дает повод полностью не краситься. Всегда маску одеваете? Ну, стараюсь, да. И ребенку говорю, чтобы он маску одевал. Ну и думаю из-за того, что еще то, что у нас дымно. Конечно, вирус он есть, да. Естественно, он есть. Но и у каждого он же воспринимается по-разному же. Но и то, что пожилые воспринимают это тяжело, это как бы печально. Я надеваю маску исключительно в помещениях, потому что на улице никакого смысла носить маску нет. Я вот смотрю, люди носят, но мне кажется, совсем не зря, потому что на улице вероятность передачи вируса нулевая. Ну и почему сейчас маска? Потому что заставляет. Она ничем не поможет, это тряпка. Нельзя так себя вести. Нужно обязательно предохранять и себя, и окружающих. Маленько такие. Это же вообще, тем более такое время, такой вирус такой. Как так можно без маски ходить? Это вообще глупые люди. Это вообще хорошо. Я вдруг больная хожу, я не знаю, я кого могу окружающих заразить. Я маску ношу практически всегда, когда выхожу на улицу. Старшему поколению советую вообще не выходить лишний раз, особенно в общественные места. Нужно принимать какие-то более жесткие меры. Если люди будут знать, что их действительно привлекут к ответственности, а не просто поругают или осудят общественность, тогда они будут ответственно относиться к этому вопросу. Хотелось бы обратиться к населению Бурятии, что эпид-ситуация у нас все равно остается катастрофической, заболеваемость растет. Избегайте общественных мест, соблюдайте социальную дистанцию, носите, пожалуйста, маски, респираторы. Чаще мойте руки. Тем временем, первая неделя локдауна в Бурятии подходит к концу. С понедельника закрыт общепит большинство магазинов и другие сферы. Но есть ли от этого реальная польза? Основными критериями для оценки эффекта должна стать разгрузка медиков и, главное, снижение заболеваемости. Удалось ли этого достичь? Наша съемочная группа собрала все цифры и мнения воедино. Мы устали и как физически, так и морально. Это ад. Это натуральный ад. Однозначно считаем, что, конечно, эффект будет. Мы сейчас уже видим, что идет некоторое снижение вызовов скорой помощи. А какие еще показатели дают надежду? И есть ли вариант, при котором ограничения могут продлить? Ответы на эти вопросы, а также мнения специалистов смотрите сразу после программы «Восточный экспресс» в большом репортаже. Прощание с первым президентом Бурятии Леонидом Потаповым состоится в эту субботу. Пройдет все в физкультурно-спортивном комплексе «Улан-Удэ» в 11 утра. Жители пожилого возраста просят воздержаться от посещения траурной церемонии в связи со сложной эпидобстановкой. Панихиду в прямом эфире будут транслировать ГТРК Бурятии и официальные аккаунты правительства республики в социальных сетях. Напомним, Леонида Потапова госпитализировали в Центр Восточной медицины с коронавирусом, где он скончался в ночь на 12 ноября. Ему было 85 лет. Это «Восточный экспресс» и мы продолжаем эфир. Жители жалуются, что в пригороде «Улан-Удэ» пропадают сосны. Интересно, при чем тут городская елка, выяснял дежурный по городу. Холод снаружи, огонь внутри. В Бурятии стартовала акция «Снежный десант». С ее участниками познакомилась с сержаном Ордегеева. Вечер юмора на телеканале «Оригус». О том, что это будет, подробнее расскажет Никита Карабенко. Нет в живых, но только по бумагам. В пригороде «Улан-Удэ» проживает женщина, которая более пяти лет числится умершей. Ее история потрясла не только нашу редакцию, но и стала поводом для серьезных разбирательств в полиции. Подробности истории у сержанной Ордегеевой. Здравствуйте. Об этом случае мы узнали по сигналу в программу «Семейный контролер». Неравнодушно и сообщили, девушка-сирота с маленьким ребенком часто уходит в загул. Но при знакомстве признаков асоциального образа жизни мы не заметили. Зато застали в квартире родную маму девушки. Такой вот сюрприз. У круглой сироты есть мать. И она не лишена родительских прав. Просто документов у женщины нету. Только справка о собственной смерти. Для государства она мертва. Уже пять лет. Нашли убитую женщину на Селенге. А я в это время в Аропавку жила, но связи у меня с ними не было. Привезли в Гурульбу. Но они, видимо, у моей свадьи там все выпивали. Фотографию показали, лица не видно. Черная куртка, голубые джинсы, белые кроссовки. Вот это она, она в таких вещах приезжала. Милиции не стали разбираться. Но раз опознали, значит, опознали все. Ребенка почти сразу отправили в детдом. Сама женщина узнала об этом, лишь когда вернулась. Вы разве не хотели забрать ее? Хотела. Я даже ездила к ней. А потом ко мне с Иволги приехал, сказал, какого ты туда ездил? Раз ты умерла, ты не высовывайся, пока ребенок там в детдоме. В Иволгинской опеке нам пояснили, смерть, фиктивная или реальная, на судьбу ребенка уже никак бы не повлияла. Девочку так и так на тот момент забрали в центр. Потому что нашу героиню знали очень хорошо. Женщина долго стояла на учете, злоупотребляла спиртным, не работала и не имела своего жилья. Ее готовились лишить родительских прав. Там все основания были для лишения. В летний период, где-то лет пять назад, девочка была направлена в социозащитное учреждение в связи с тем, что она у нас самовольно покинула оздоровительный лагерь в Черемушке, куда была ей выделена бесплатная путевка. И в тот же период мать ушла из дома в неизвестном направлении и бродяжничала. Через некоторое время, в то же лето, по-моему, на берегу реки Селинга был выявлен урожен друг женщины. Никаких сомнений не возникло, потому что сожитель Иванов, который с ней сожительствовал достаточно длительное время, он ее опознал как свою сожительницу. О том, что женщина жива, не знали и в полиции, обещали помочь ей с восстановлением документов. Намного сложнее будет выяснить, кого же тогда похоронили пять лет назад. Для этого придется не только поднимать архивы, но и вскрывать могилы. В связи со стечением срока давности хранения архивных документов назначена проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, имеющие значение в данной ситуации. Кроме того, полиции инициировано проведение эксгумации для последующего установления личности умершей женщины. Анализ ДНК проведут в Бурятии в лаборатории МВД. Пока известно лишь, что захороненная женщина умерла от отравления этиловым спиртом и похоронена за счет государства. Это означает, что долгое время за телом никто не приходил. Опознание проходило уже позже, только по одежде и фотографии. Мы продолжим следить за развитием событий. Сержанна Мердегеева, Виктор Гринновской, телекомпания «Оригус». К 12 годам строгого режима приговорили жителя Бурятии за эксгибиционизм. Мужчина несколько лет промышлял возле школ и детских садов. От его действий пострадали пять девочек от семи до десяти лет. Выявили его в ходе патрулирования улиц, поймали прямо на месте преступления возле подъезда. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело. В ходе следствия выяснилось, у подозреваемого имеется расстройство сексуального предпочтения в форме педофилии. Также эксгибиционист сообщил, что и ранее совершал такие же действия. В сентябре советский районный суд вынес ему приговор, но дело было направлено на апелляцию Верховной. Сегодня стало известно, что вердикт оставили без изменений. 12 лет мужчина проведет в колонии строгого режима. Также суд назначил принудительное лечение у психиатра. В пригороде Улан-Удэ жители бьют тревогу. Возле населенных пунктов вырубают деревья. Законность массовой рубки проверял дежурный по городу. На площади Советов начали оформлять главную елку. На конструкцию уже грузят сосны. Интересно, откуда столько деревьев? На телефон поступило сообщение от жителей одного из пригородных ДНТ. Они жалуются, что у них прямо возле домов повально вырубают деревья. Началась вот эта предновогодняя суета. Начали рубить сосны. Как лето, никому эти сосны не нужны. Нужны они только в декабре. Она производится как бы кусками. Вначале они вырубили в прошлом году. Сейчас вот здесь серединку рубят. Продолжают вырубку. Вчера вывезли пять камазов этих сосен. Сегодня, я не знаю, два, наверное, уже вывезли. Один. Один. Я за каждое дерево тут переживаю. Я просто как увидела, что эти сосны начали камазами грузить. Это вообще без предел. Как много сосен нарубили. Маленькая. Аккуратненькая. Почему вырубаете? Это у нас идет, почему пожарная. А вот вы начали, видите? Видите, снежок, мы сжигаем не летом. Я понимаю, мы в городе штрафуем людей за то, что они жгут возле домов траву, потому что это запрещено. А вам, получается, можно жечь. Это не запрещено. Нет. Мы городское лесничество. Предписание видите, да? Вижу год, 15. 15-й из 15-м году. Кому предписание? Городу. Чтобы вырубить противопожарные разрывы. В течение пяти лет вокруг города производится разрубка противопожарных разрывов. Видите? ДНТ. ДНТ-актер. А у вас же не ДНТ-актер. Да, это не ДНТ-актер. Но как мне пояснил главный лесничий наш. Можно также написать вблизи у Ланады и вырубить весь лес на верхний беремный. Сосны пойдут на центральную елку. Вы как лесничий, раньше садили эти елки из Тустина, да? Сами садили, а сейчас это все вырубается. Больной вопрос. Можно я не буду на него отвечать? Почите, пожалуйста. Для какой цели садился вообще этот лес, если в планах у нас были противопожарные полосы? Садили. Вам не жалко? Да. Ну, вы знаете. Больной вопрос. Для меня лично больной вопрос. Вот что примечательно. Этот костер сейчас здесь горит. Никого нет. Все уже уехали обедать. А здесь находится богульник. Богульник живой. И он, между прочим, в Красной книге. И вот сейчас все это горит и сжигает эти прекрасные растения. Жители-то переживают, что здесь образуется, трава нарастет. И когда, не дай бог, кто-то здесь что-то подожжет, это может реально угрожать этому населенному пункту. Главный лесничец спустя время все-таки решил ответить на вопросы горожан. Выполняем предписание господжного надзора МЧС от 30 апреля 2020 года по необходимости выполнения противопожарных мероприятий. Эта группа ДНТ называет одним словом ДНТ «Актер». Эта схема выполнена комитетом по управлению имуществом, поставлена на кадастровый учет. Это грозы. Мы идем по координатам, изготовленным комитетом по управлению имуществом. Для чего были посадки тогда? Это самосевный рост. Понимаете, это в 2003 году. Нет, это лесники сажали. Но это уже не городские леса. Почему летом никто об этом не позаботился, когда был пожароопасный период? Мы в этом году 4,7 гектара сделали и нынче продолжаем. Такие работы стараемся только зимой делать. Потому что эти отходы надо утилизировать. А утилизируем мы методом сжигания в безопасное время. Мы используем их эффективно. Используем для дела. Вместо того, чтобы просто сжечь. Ёлка безусловно красивая. Вот смотришь, конструкция получается очень реалистичная и красивая. Но другой вопрос, стоит ли эта красота? Таких жертв по городу сегодня дежурили. Критин Соснина, Виктор Горновской, телекомпания «Ригус». Все лучшее детям детские медучреждения Республики обновили оборудование. За счет нацпроекта здравоохранения закупили новые УЗИ-аппараты и электрокардиографы. И много другое. Обошлось все это в 350 миллионов рублей. Большая часть денег направлена в главную детскую больницу ДРКБ. На каких аппаратах теперь там лечат и диагностируют, увидел наш корреспондент. По размеру как принтер, но по цене в тысячу раз дороже. Два миллиона рублей, но он того стоит. На этом аппарате проверяют различные параметры свертываемости крови. С помощью некоторых даже оценивают тяжесть протекания COVID-19. Раньше многие операции приходилось делать вручную. Сейчас почти всю работу взял на себя аппарат. Расходы реактивов чрезвычайно низкие. Здесь внутри аппарата роботизированная рука, которая перемещается, забирает кюветы. И аппарат автоматически оценивается и выдается в виде отчета. Таких аппаратов в Бурятии всего два. Второй в республиканской больнице. Не так много и таких вот анализаторов. Одновременно проверяют в 70 образцов крови на холестерин, глюкозу, билирубин. Всего по 30 с лишним биохимическим параметрам. Еще одна новинка – компьютерный томограф. Скорость обследования максимальная, звуковое давление минимальное. Можно проверить все – от головы до пяток. Если у нас поступают дети с травмами головы, переломами, они проводят экстренную диагностику здесь. Смотрим патологию головы, костей, внутримозговые кровоизлияния. Ничего не скроешь и от этого УЗИ аппарата. На нем проверяют детей со стационара. Бывают и экстренные пациенты. Чаще всего с травмами головного мозга. Он является экспертного класса. То есть картинку он выводит более лучшего качества. Все оборудование приобрели в рамках нацпроекта здравоохранения по указу президента страны Владимира Путина. Конечно, хотелось бы таких проектов было больше. Нехватка есть, конечно, в оборудовании для оказания ортопедической помощи детям, для травматологической помощи детям, для нейрохирургии. У нас намечены цели, заявки есть, и мы в этом направлении работаем. Благодаря нацпроекту удалось обновить оборудование. Многие аппараты были закуплены еще в начале 2000-х. Теперь на их месте стоят новые. Всего закуплено более 20 единиц техники. Потрачено на это около 130 миллионов рублей. Евгения Жировова, Виктор Горновской, телекомпания «Оригус». Они не врачи, но их помощь также необходима. Их называют современными тимуровцами и очень ждут ветераны и инвалиды. Всероссийская акция «Снежный десант студенческих отрядов» стартовала и в Бурятии. О том, кого они успели навестить и как с ними связаться, далее без комментариев. Самые лучшие представители разных направлений наших студенческих отрядов попали в состав «Снежного десанта Бурятия». Самые активные, самые дружелюбные, самые бескорыстные. «Снежный десант». Я вам очень благодарна. Огромная-огромная вам благодарность. У меня эмоции заскаливают. Не думала, что есть у нас такие молодые люди, которые стали заниматься, как говорится, помощь делать старшему поколению. Начали мы выезжать с февраля месяца. По идее, «Снежный десант», он проходит 10 дней. Это получается, мы выезжаем из района в район и охватываем за 10 дней район и обратно возвращаемся. «Снежный десант Бурятии». Волос снаружи, огонь внутри. Бурятские бузы лидируют во всероссийском голосовании. В сети проходит конкурс «Вкусы России». Местное национальное блюдо набрало больше 11 тысяч голосов. И эта цифра меняется буквально ежеминутно. В описании отметили. История регионального бренда началась 400 лет назад. Так, по первой версии, блюдо было заимствовано от тибетских лам. По второй придумали бузы-буряты и за основу взяли устройство юрты. Также в лидерах голосования медовые лепешки, посадские ковришки из Московской области. И пирог «Балкарские хычины» из Кабардино-Балкарской республики. Всего в конкурсе представлено больше 500 вкусов. Среди них 5 из Бурятии. Помимо буз, это байкальская смолка, баргойское мясо, блепиха и чай бурятских знахарей. Поддержать любимый продукт может каждый житель страны. Участие и победа позволят продукции выйти на новые рынки. В этом уверены в Министерстве сельского хозяйства Бурятии. Голосование продлится до 2 декабря. Еще через неделю объявят финалистов. КВН сегодня вечером на вашем экране. Запрет массовых мероприятий заставил юмористов сменить формат. Веселые миниатюры от начинающих и уже известных исполнителей. Сегодня в 22.50 в эфире нашего канала. А сейчас приглашаем за кулисы посмотреть, как проходили съемки и подготовка к выступлениям. Об этом расскажет Никита Карабенков. Мы сегодня пришли на наш местный бурятский КВН-концерт. И его сильное отличие от предыдущих в том, что зрителей тут нет. Ну, по понятным причинам, зато будет большое количество камер. Играет музыка. И высветили. Даже если приду, не получу, я не буду огорчен. Мне было очень интересно, и я хотела испытать что-то новое. Раньше я никогда не выступала в КВН. На сцену выйдут как опытные юмористы, так и начинающие. Но и те, и другие слушают наставления редакторов. Когда ты смотришь, ты когда уходишь в грабитель, ты поменяй руку. Левой рукой держи микрофон, потому что ты закрываешь маску. Ты когда поднял, оставь ее открытой, потому что ты не слышишь, ты говоришь совсем. Одно из пожеланий организаторов – юморно-злободневную тему. КВНщики хотят в новой тональности рассказать о пандемии и, главное, о мерах против ковида. Лучшие команды не обойдут стороной и награды. Правда, призы символические – кубок и пицца. Но на сцену они выходят не за этим. Потому что у всех когда-то в детстве была мечта оказаться на сцене. Потом, во-первых, мы все веселые, позитивные ребята. Шутим хорошо шутки, добрые. И почему бы не попробовать себя в этом? Это была наша личная инициатива. Мы решили собраться. Для вас участие бесплатное? Да, бесплатное все. Сообщили нам об этом недели две назад. Даже, может, полторы недели назад. Готовились мы неделю. Как считаете, за полторы недели вам сообщили достаточно срок, чтобы подготовиться к качеству? В плане, да, достаточно. Это интернет-проект, телевизионный проект. Ну, в первую очередь, это для того, чтобы мы как-то начали возрождение команд. Потому что все-таки прошел уже год, и у нас многие коллективы просто разошлись, распустились. И чтобы поддержать движение, нам необходимо какое-то творческое действие. Ой, извините, пожалуйста, я опоздал. Марк, спасибо вам. Арной, ты что-то человек-то пристал. Ты еще не знал, что нас подарили все будут показывать? Кстати, да, концерт можно посмотреть не только в интернете. На нашем канале сегодня в 22.50 смотрите онлайн КВНТ. Те, кто не успел, повторим в субботу, 21 ноября в 19.30. Никита Коровенков, Борис Геленов, телекомпания «Аригус». А вот до юмористического шоу вы можете посмотреть наш большой репортаж. Итоговый сюжет о первой неделе локдауна. Я же с вами прощаюсь. Желаю вам хороших выходных. Берегите свое здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова